Вы смотрите программу «Губернии» и вот о чем расскажем в этом выпуске. Скандал разгорелся в школе-интернате при Николыш-Артомском мужском монастыре. Заявление о домогательствах и жестоких методах воспитания директор называет происками пятой колонны. В области проверили 113 детских садов. Определены те, которые требуют срочного ремонта, поскольку небезопасны для малышей. В Иванове ведут работы по ремонту крыши Дворца искусств. Закончить должны в ноябре этого года. В Иванове в парке имени Степанова в минувшие выходные упала сухая береза. Повредила руку женщине. Кто должен следить за аварийными деревьями и получить ли пострадавшие компенсацию, мы узнали. На дерби между торпедой и текстильщиком пришли 5000 болельщиков. Чем порадовал клуб своих гостей на юбилей, не пропустите. У меня прям просто мурашки такие шли. Я в шоке. Когда еще вот фейерверк был, я думаю, да что это такое. Я говорю, это что за космос такой. Ну, я был в шоке. Но все рады, вся команда молодцы. Ивановский скульптор в своей мастерской собирает терминатора. Фигура будет состоять из более 2000 деталей. Че в Иванове? Как на самом деле создавались Денискины рассказы? Поделился герой книг Денис Драгунский. Отрывки из неизданного прочитала Татьяна Толстая. Мы расскажем, как прошел первый книжный фестиваль. Боже мой, а без книг вообще жить невозможно. Вы читаете часто? В Every Day. О, Боже, книга интересная была. Добрый вечер. В прямом эфире Алина Марчева. И прямо сейчас расскажем о главных событиях этого дня. Опасные для детей сады выявлены в регионе. Проверку проводила общественная палата. Определены учреждения, которые будут отремонтированы в этом году. По какому принципу выбирали объекты, расскажет Ирина Афонина. Решение провести проверку состояния дошкольных учреждений губернатор озвучил в начале июля в Юже. Тогда же поручил общественной палате провести тотальную проверку всех садов региона. Через социальные сети привлекли и родительское сообщество. В итоге только на 112 садов поступило тысяча заявлений от родителей. В понедельник глава региона послушал отчет о проделанной работе. Мы объехали на данный момент 113. Сейчас первоначально мы даем заключение по 64. Но это те, которые в первую очередь требуют ремонта, где конкретно безопасность детей. Станислав Воскресенский также подчеркнул, что речь идет не столько об эстетике и красоте, сколько о ремонте крыши, электропроводке, коммуникации, замене окон. Чтобы детский сад стал безопасным для детей. В плачевном состоянии находятся учреждения, главным образом постройки первой половины прошлого века. К примеру, в Старой Вичуге есть сад, которому 95 лет. Там необходимо заменить коммуникации и деревянные перекрытия. Когда начали объезжать Иваново, мы почему-то думали, что областной центр сады выглядит в более хорошем положении. Ничего подобного. Такие же разрушения, такие же проблемы. Станислав Воскресенский отметил, при посещении районов регулярно и сам осматривает дошкольные учреждения. Состояние некоторых весьма плачевное. Мы выиграли грант, определенный в правительстве Российской Федерации. Приняли вместе с вами решение, что целиком деньги этого гранта направлены на ремонт именно таких детских садов. В этом году капитально отремонтируют 64 садика во всех районах области. Уже сейчас для меня очевидно, что одним годом мы эту проблему не решим. Я думаю, что, надеюсь, вы меня поддержите. Нам нужна такая программа на несколько лет по приведению в порядок детских садов такой старой постройки. Общественная палата, в свою очередь, рекомендовала войти в федеральный проект. Своих денег на все объекты региону не хватит. Появится, будем делать. Пока не появилось, дети сейчас ходят в детские сады. Дети ходят в сады сейчас. Поэтому приступаем с этого же года к этим ремонтам. Также поручил составить проектно-сметную документацию на сады, которые будут ремонтировать капитально в 2023 году. Ирина Афонина, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». О происшествиях. Жесткая авария произошла в воскресенье вечером в Шуйском районе. Дорогу не поделили фура и легковушка. И здесь не обошлось без жертв. Авария произошла около 9 вечера на сотом километре автодороги Ковров-Шуэ-Кинишма. 49-летний водитель автомобиля «Хиндай» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Вольво». В результате жесткого столкновения водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку. И еще об одном происшествии. На прошлой неделе мы рассказывали про ЧП в Лежневском районе. Семилетнего мальчика задело прицепом трактора. Стало известно, что ребенок скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело. В результате наезда на велосипедиста мальчик получил травму головы и груди. И 5 августа от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. Следователем проведен на осмотр места происшествия. Назначена медицинская автотехническая судебная экспертиза. По уголовному делу проводятся следственные иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор доказательственной базы. В выходные на регион обрушились гроза и шквалистый ветер. Непогода принесла с собой прохладу. Синоптики обещают, что примерно до выходных за окном будет около плюс 22-23 градусов. Но вместе с непогодой в ряд городов Ивановской области пришли проблемы с ней связанные. Микрорайон Московский залило водой. Большие лужи тянутся вдоль автодорог возле сквера. Фото присылают жители, которые намекают на нечищенной ливневке. На улице Герцена в Иванове недавний ремонт дороги не спас жителей некоторых домов от подтоплений. Например, у дома номер 7 из ливня в ливень происходит такая картина. Обойти лужу практически невозможно. Даже автомобили с трудом проезжают. В Фурманове гроза и непогода обострили коммунальные проблемы в доме 8 на улице Пролетарской. Дождевые стоки пришлось выгонять из подъезда швабрами. Еще в конце июля после бури здесь прорвало ливневую трубу. Обрушилась часть стены. Но проблема так и не была решена. Сегодня после такого водопада на место вышли представители районной администрации. Нашли, что труба не просто износилась. Ее еще и содержали неправильно. В течение суток управляющая компания обещала заменить ливневку в доме и установить защитные колпаки на крыше. Чтобы в последующем избежать потопа. Работы уже выполнены. А теперь переместимся в Кохму, где непогодой повалило деревья. Например, на улице Кочетово в их городском кладбище. Коммунальщики в понедельник убирали снесенные ветром ветки и деревья. Пострадавших нет. В Ивановском парке Степана у воскресенья шквалистый ветер тоже устроил бурелом. На пешеходную дорожку упала сухая береза. И здесь уже сообщается о пострадавшей. У женщины повреждена рука. Этот случай подтолкнул нашего корреспондента Владимира Еремина узнать, кто и как следит за деревьями. Ивановский парк Степаново всегда считался безопасным местом для отдыха. Любимы горожанами пешие прогулки вдали от оживленных автотрасс. В минувшее воскресенье здесь произошел несчастный случай. От упавшего дерева чуть не погибла женщина. ЧП, по мнению руководства парка, спровоцировали длительный период засухи и сильные в тот день порывы ветра. Девушку, которая пострадала, мы, к сожалению, не видели. То есть все, что мы увидели, это упавшее дерево. Естественно, дерево мы сразу же убрали для того, чтобы обеспечить людям проход. Директор парка добавила, пока дозвониться до пострадавшей не удалось. Руководство хочет уточнить характер травм. После лечения она может обратиться в городское управление соцзащиты и получить материальную помощь. Размер будет зависеть от тяжести увечий. Кстати, в областном центре не первый год действует программа помощи пострадавшим в результате техногенного или природного стихийного бедствия. По словам Ивановцев, за помощью в мэрию горожане еще не раз будут обращаться. У нас по всему городу так, что не видно, что ли? Где не идешь, то ветки висят, прям это... Пройти вот так вот надо нагенаться никто не обрезает. То того и гляди упадут. Что тут? Просто нужен хозяин. Специалисты отмечают, опасность дерева зависит от многих факторов. Наличие гнили, сухих сучьев, наклона, размеров ствола и места его произрастания. Ответственность за содержание зеленых насаждений несет собственник земельного участка. Он же обязан и сносить деревья, которые представляют опасность для жизни и для имущества горожан. Если территория является территорией общего пользования, то за нее отвечает комитет по экологии администрации города Иваново. Деревья, которые необходимо снести, представители комитета по экологии обозначают крестиками. Насаждения, которые нужно кронировать, ноликами. И такая игра в крестики-нолики в Иванове, по мнению горожан, сильно затянулась. На улице Шубина в Иванове можно встретить целую аллею вот таких аварийных деревьев. Все они помечены крестиками. Но когда их спилят, неизвестно. В мэрии утверждают, что нет финансирования. В мэрии отметили, в этом году в Иванове снесли 220 абарийных деревьев. И работы по очистке улиц от старых насаждений – непочатый край. В реестре более полутора тысяч деревьев под снос. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Во Дворце искусств в Иванове ремонтируют крышу. Из регионального бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Последний раз кровлю здания капитально восстанавливали более 10 лет назад. Конструкции давно были признаны аварийными и даже угрожали безопасности зрителей. Все подробности в репортаже Марины Зениной. Здание театрального комплекса на Покровской горе возвели в 1940 году. По проекту известного архитектора Александра Власова. Построили на месте снесенных храмов. Уже через 8 лет потребовался серьезный ремонт. Здание даже хотели снести, но в 1960 году закрыли на реконструкцию. Спектакли здесь вновь начали ставить в 1987. Крыша продолжала периодически течь. Восстанавливали ее каждый год своими силами. Последний глобальный ремонт был в 2010 году. Из года в год наблюдались действительно серьезные промочки. В общем-то угрожало тем зрителям, которые приходят на спектакли. В 2018 году здание было проведено комплексное обследование. И было признано аварийным как состояние кровли, которое на сегодняшний день представляет из себя 7 уровней сложности. В этом году по поручению губернатора Станислава Воскресенского на реконструкцию кровли из регионального бюджета выделили более 20 миллионов рублей. Здание является памятником архитектуры. Работы были согласованы с комитетом по охране. Контракт прошел госэкспертизу. Демонтаж начали в мае. Столкнулись с небольшими проблемами в плане увеличения объема по демонтажу. Было вывезено порядка 300 кубических метров мусора, по сути, бетона, керамзита, линокрома, всех слоев, которые здесь были. Газосиликатные блоки были обнаружены. Над фойе и театром кукол уже заканчивают монтаж современного утеплителя. На него также положат бетон, два слоя изоляции и плитку. Площадка будет прогулочной. Через двери в фойе также можно будет выйти в случае эвакуации. Более масштабные работы проводят на следующем уровне. Под ним находится зал музыкального театра. Площадь этого уровня 1600 квадратных метров. На данный момент везде положили стяжку. 40% покрыли биполем. Пароизоляцией на этой неделе должны закончить. Это позволит избежать проблем с промочками и начать театральный сезон вовремя. В дальнейшем приступят к монтажу утеплителя и слоев кровли. По словам подрядчика, строители идут в графике. Даже надеются сдать объект в октябре, а не в ноябре этого года, как положено по контракту. От идеи разместить здесь кафе или организовать показ фильмов под открытым небом, руководство отказывается. Как говорят специалисты, конструкция кровли для таких нагрузок не предназначена. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Ивановский скульптор собирает «Терминатора». Модель, которую создает Максим Вишняков, появится в популярной мобильной игре по мотивам знаменитых фильмов. Сейчас мастер завершает работу над киборгом. В его мастерской побывала моя коллега Яна Везерникова. Это не кадры со съемок еще одного фильма о «Терминаторе», а модель, созданная из металла ивановским скульптором Максимом Вишняковым в его мастерской. Итак, досье. «Терминатор Т-897» – вершитель или судья, персонаж игры для мобильных устройств, действия которой разворачиваются после событий фильма «Терминатор Генезис». Работа над этой моделью для Максима – проверка собственных сил. По сложности исполнения этой культуры не сравнится ни с чем, что до этого делал мастер. Скульптура собирается из частей, потом эти части, то есть это не одна целая оболочка, как в других скульптурах. Много разных отдельных частей, потом собираются вместе. Вот сложность в подгонке, чтобы это все сошлось в единое целое. Деталей больше двух тысяч, две с лишним тысячи деталей, полигонов чуть больше 13 тысяч. Для сравнения, например, в модели Добермана 90-95 деталей, полигонов не более 200. Вот рука, локтевой сустав согнутый будет. И дальше пойдет предплечье. В руках у «Терминатора» будет оружие. Это два таких бластера. Сейчас модель весит 70 килограмм. Вместе с бластерами вес перевалит за сотню. Метр двадцать примерно будут они длиной из рюкзака. Шланги будут подходить к ним. И в руке оружие в руках. Было несколько попыток сделать киборга. В итоге скульптор остановился на варианте с подсветкой. В череп «Терминатора» он поместит красную лампочку. По словам Максима, на завершение работы потребуется еще где-то месяц. Яна Ведерникова, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Прямо сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем далее. Скандал разгорелся в школе-интернате при Николош-Артомском мужском монастыре. Заявление о домогательствах и жестоких методах воспитания директор называет просьбами пятой колонны. На дерби между «Торпедой» и «Текстильщиком» пришли пять тысяч болельщиков. Чем порадовал клуб своих гостей на юбилей, не пропустите. У меня прям просто мурашки такие шли. Я в шоке. Когда еще вот фейерверк был, я думаю, да что это такое? Говорю, тут просто это что за космос такой? Ну я был в шоке. Но все рады, вся команда тут молодцы. Че в Иванове? Как на самом деле создавались Денискины рассказы, поделился герой книг Денис Драгунский. Отрывки из «Неизданного» прочитала Татьяна Толстая. Мы расскажем, как прошел первый книжный фестиваль. Боже мой, а без книг вообще жить невозможно. Вы читаете часто? Every day. Оба же книга интересная была. Из школы при Николош-Артомском монастыре в минувшую пятницу силовики вывезли всех воспитанников и распределили по детским домам. Поводом стало уголовное дело. Бывший ученик заявил о сексуальных домогательствах. К нему неизвестно у мужчины еще во время учебы. Моя коллега Татьяна Прокопенко съездила в Клещевку, поговорила с сотрудниками и родителями детей. Она готова рассказать подробности скандальной истории. Каждое лето школа проводит такие военно-спортивные сборы на своей же территории в Клещевке. Лапта, футбол, зорница, встречи и занятия с военными и правоохранителями. Пятничная встреча с силовиками была неожиданной. Утром в 6.30 более двух десятков человек приехали в лагерь проводить следственные действия с сотрудниками и детьми. Было предъявлено постановление, в котором говорилось, что возбуждено уголовное дело. Не помню, по-моему, 132-я что-то статья. И какой-то неизвестный мужчина производил действия сексуального характера по отношению к одному из бывших воспитанников школы. В помещениях школы провели обыски, изъяли официальные документы, личные записные книжки, телефоны. Во второй половине дня часть сотрудников забрали в Следственный комитет. Вместе с ними забрали и нескольких воспитанников. Остальные до вечера просидели в трапезной. Родители узнали о происходящем уже после того, как вечером детей увезли автобусами из школы. Только в субботу стало известно, что воспитанников распределили по детдомам региона. Без согласия родных, но по согласованию с органами опеки. У Елены Курочкиной на сборах двое детей. Сама она была в Екатеринбурге. Ночью уже из детского дома ей позвонил сын с чужого телефона. Первым же поездом она отправилась в Шую. Органы должны реагировать на какие-то сигналы, но при этом все должно быть с соблюдением закона, с соблюдением прав детей и их родителей. А когда вы узнали о происходящем? Я узнала о происходящем, когда дети уже были в детдоме. Потому что их отсюда увезли в неизвестном направлении. И в течение полудня я не знала, где находятся дети, что с ними происходит. Никто меня не поставил в известность. Это было не просто тяжело. Мне казалось, что я просто сойду с ума. Елена говорит, дети хотят остаться. Они с мужем решили вернуть их клещевку. Для них эти сборы – испытательный срок перед приемом в школу. Семья года жила за рубежом и сейчас решила вернуться, чтобы франкоговорящие сыновья узнали лучший родной язык и свою страну. Сейчас Елена в растерянности. Что будет дальше? За выходные продолжить сборы вернулись примерно половина воспитанников. И дети, и родители верят сотрудникам школы и считают обвинения непонятными. Школа продолжает работать. На данный момент ни один из взрослых, ни один из сотрудников, ни один из воспитателей не задержан. Никому ничего не предъявлено. У меня четыре года здесь учатся мальчишки. И я, собственно говоря, постоянно здесь. Поэтому я знаю ситуацию о школе непосредственно своими глазами. Поэтому все, о чем говорят со стороны в прессе, такого нет. Все, о чем говорят, это не только о проверке по возможному факту сексуальных домогательств. Публикация о вывозе детей и следственными действиями в школе при монастыре вызвала сотни откликов в интернете. Свои комментарии оставляли и родители, и бывшие ученики. Большинство из них слова поддержки. Но несколько воспитанников поделились своими негативными воспоминаниями. Один из учащихся, Алексей Григулецкий, сам обратился в нашу редакцию, чтобы рассказать, почему в свое время ушел в православную гимназию в другой регион. Было такое понятие «система наказаний» в школе, в частной, за которую платится, извините, при мне платилось 15 тысяч в месяц. Не система воспитания, а система наказаний. То есть это могла быть порка, пожалуйста. То есть это либо в комнате воспитателя, то есть там кабинет, тебя туда заводят. И там, ну, меня, допустим, лупили чаще всего лыжной палкой. То есть лично меня. Ребята лупили, я помню точно, они ходили, как тигры полосатые, шнуром, то есть удлинителем. При этом Алексей подчеркивает, к самой школе и педагогам общеобразовательной программы претензий у него нет, только к руководству и части воспитателей. Ни о каких случаях домогательств сотрудников к детям он также не слышал. В самой школе отрицают и обвинения в жестокости. Говорят, воспитывают Парачинскому, Сухомлинскому Макаренко. Не бьют и не сажают на хлеб и воду. Это неправда. Это неправда. И на самом деле здесь может быть просто желание, знаете, как усугубить. Я уж не знаю, конечно, вот это все, откуда он вообще все это взял. Мы хлебом и водой никого не наказывали. Я не знаю, откуда это он взял. Следственный комитет ситуацию в Монастырской школе не комментирует, но, похоже, непосредственные угрозы детям силовики уже не видят, поскольку не препятствуют возвращению учеников в Клещевку. Следят за происходящим и в службе уполномоченного по правам ребенка. Там готовы принять обращение родителей, если те считают, что были нарушены права детей или рекомендуют им обратиться в прокуратуру. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс». Пять тысяч болельщиков в гостях Александр Мостовой и разгромная победа над принципиальным соперником. Так, текстильщик отметил свой юбилей. На нем побывал и мой коллега Денис Воробьев. До встречи с Владимирским «Торпедо» остается час. Очередь от ворот стадиона до здания «Энергоколледжа». На входе раздает автографы легенды футбола Александр Мостовой и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Успений, конечно, народу много, но как-то смогли протиснуться. Ну, нормально, минут 20-30 буквально, ничего страшного. Все красиво. Шикарная погода, шикарный матч, юбилейный, как сказать, год. На игру пришли пять тысяч болельщиков. Михаил уверен, от поддержки зависит исход матча. Порой энергия с трибун заставляет футболистов делать невозможное. Крутое мероприятие сегодня будет, мне кажется, все бесплатно. Сейчас полный стадион будет, аншлаг, вообще будем смотреть болеть за нашу команду. Дерби, так сказать, дерби, я точный счет вам скажу, 2-1 наши выиграют. Напомню, после провального сезона команда вылетела из ФНЛ и перешла в ФНЛ-2. С тех пор состав текстильщика полностью изменился. За Игоря Колыванова хочется умирать на поле. Цитата защитника Дмитрия Шилова на праздничной программке. Новый тренер поставил цель вернуть свое место в ФНЛ, выбрав для этого агрессивный стиль игры. На момент встречи с Торпедо красно-черные были на третьем месте в турнирной таблице. Оппонент в аутсайдерах. Встреча соседей – дело принципа. Быстрый гол забивает на шестой минуте Илья Карпук. Однако Торпедо просто так отдавать свою победу не собирается. Противник всеми силами старается не допустить красно-черных на свою половину поля, ведь именно от нападения играют наши футболисты. Долго на нашей половине поля гости не задержались. Несколько серьезных атак успешно отбили в защите. А уже на 42-й минуте гол во вражеские ворота забивает Виталий Жиронкин, который принял красивую передачу от Карпука. Во втором тайме еще два гола от Рустама Вазиддинова и Ильи Карпука, который стал лучшим игроком матча. В результате техстильщик забирает победу со счетом 4-0 и выходит на вторую строчку в турнирной таблице. Поддержать команду прибыл и губернатор области, а после матча поздравил с блестящей победой. Чисто я был в шоке. Я когда на замену уходил, я смотрел. Люди просто все стояли, аплодировали. У меня прям просто мурашки такие шли. Я в шоке. Когда еще фейерверк был, я думаю, да что это такое? Говорит, это что за космос такой? Я был в шоке. Ну все рады, вся команда молодцы. В клубе уверены, это только начало больших перемен. Впереди еще много зрелищных игр и именитых гостей. Судите болельщикам. И когда я разговариваю с ними и слышу обратную связь, я вижу, что они действительно рады, им нравится, что происходит с клубом. Они воодушевлены, они приносят новые идеи. Я вам больше скажу, любой болельщик может подойти ко мне, взять у меня номер телефона и потом со мной поддерживать связь. Теперь у команды несколько дней отдыха. А уже в среду красно-черные примут на своем поле Костромской «Спартак». Денис Воробьев, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Минувшие выходные были богаты на события. Суббота – просто космос. На поле у деревни Дегтярево прошел семинар «Летний треугольник». На нем собрались юные профессиональные звездочеты. От неба они не могли оторваться до двух часов ночи. Десяток телескопов. И казалось, что Луна, Марс, Сатурн, Юпитер, а еще Нептун и Уран находятся на расстоянии вытянутой руки. Астроплощадка собрала более двухсот ивановцев и москвичей. Самые увлеченные остались встречать рассвет. В выходные Комсомольской Юрьевец отметили дни рождения. Традиционно были награждения, концерты и аттракционы. А вот деталь – яркими красками заиграли благоустроенные места отдыха. Так, в новом парке Комсомольска представители старшего поколения устроили дискотеку. Никого не стесняясь отплясывали под Песнеров и Шатунова. И такому жизнелюбию можно только позавидовать. Перемещаемся в Иваново. Галерея арт-хаба на месяц стала центром комикс-культуры. Выставка «Комикс-арт» планирует разрушить стереотип о том, что рассказ в картинках – это детская забава. Ведь некоторые графические романы удостойны Пуллицеровской премии. И вот наш эксперимент. На открытие мы отправили юнкора Дениса Лунькова. Он сразу сказал, что не знаком с Бэтменом и вселенной Марвел. Но это никак не повлияло на впечатление. Я в арт-хабе. Посмотрите, какая здесь красота. Одна из фишек выставки – это коллекционные комиксы. Смотрят только в перчатках, но вообще очень здорово. Я насчитал 35 новых, крутых, свежих, классных работ, посвященных комиксам, которые теперь находятся в арт-хабе. От комиксов к книгам в Иванове прошел фестиваль «Читай, отдыхай». На него приехал Денис Драгунский. Да-да, тот самый прототип главного героя из Денискиных рассказов. На фестивале можно было приобрести книги по низким ценам. Что сделала и моя коллега Наталья Сергеева. Ей слово. Аптечный переулок – одна из старейших пешеходных улиц города – превратилась в выходные в большую литературную площадку. Перелистнув на пару дней назад, увидим, большая часть переулка была отдана под книжную ярмарку. Здесь были сотни книг, которые не только приятно почитать, но и просто рассматривать, отмечали посетители. Мне просто очень нравятся красивые издания, и мне не хочется просто покупать книгу, потому что я хочу ее прочитать. Мне очень нравится процесс, когда я перелистываю книги, когда красивая обложка. В Шатрах собрались 17 различных литературных издательств. Здесь можно было найти художественные, научно-популярные детские книги. Одну из них – о тайнах вселенной Стивена Хокинга – приобрел глава региона Станислав Искресенский. Организаторы фестиваля планируют к следующему году увеличить географию издательств и масштабы ярмарки. Я и Станислав Сергеевич надеемся, что фестиваль станет ежегодным, он будет все более массовый, масштабный, все больше издателей будут приезжать, и будут и букинистические развалы, и жители Ивановской области подключатся к этому фестивалю. На открытии фестиваля исторический путеводитель презентовал ивановский краевед Александр Тихомиров. Это второе издание книги, которая была создана к 150-летнему юбилею Иванова. Первые три тысячи экземпляров разлетелись как горячие пирожки. Второе издание выпущено в двух тысячах копий. Здесь добавились некоторые улицы, в основном это спальные районы, которые там были нечетко прописаны. Затем обновили современный город, то есть фактически большинство объектов сфотографировали в современном состоянии. Потом появилось что-то новое, и просто новая информация, новая информация, собранная в архивах и в различных других источниках. На площадке фестиваля проводились экскурсии, а также работал лекторий. Здесь уже взрослые мальчики и девочки, а также их дети, встретились с главным героем Денискиных рассказов, одной из любимых книжек детства. Денис Драгунский рассказал, как все было на самом деле, о случаях из жизни, которые вошли в основу рассказов его отца и знаменитых иллюстрациях к книжным изданиям «Кисти» Виталия Горяева. И там был изображен я на самом деле, потому что мама этому Горяеву дала целую серию фотографий, которые сделала ее подруга-соседка-фотограф. Вечером в воскресенье встречу с читателями в зале Музейно-выставочного центра провела Татьяна Толстая. Российская писательница прочитала несколько своих рассказов, в том числе еще не изданных, и ответила на вопросы участников встречи. Наталья Сергеева, телекомпания «Барс». О книгах не только на фестивале, но и на улицах города. Что сейчас предпочитают дувановцы? Какие произведения назовут обязательными к прочтению? И помнят ли что-то из школьной программы? Об этом прямо сейчас. Читаете ли книги и часто ли? Да, постоянно читаю. Люблю очень книги, именно бумажные. Но я из телефона постоянно читаю. Фантастику. Дюнл тут недавно прочитал. Не очень сейчас. Потому что родился внук, и все внимание сейчас я уделяю внуку. А внуку читаете книги? Ну, детскую литературу. Раньше читали в школе, а сейчас уже нет. Что из школьной программы больше всего запомнилось? Физкультура. А из книг? Оба же книга интересная была. И все. Боже мой, а без книг вообще жить невозможно. А вы читаете часто? В every day. Не читаю. А почему так? У меня нет времени. Я в основном Пелевина сейчас читаю. А что бы посоветовали каждому, вот обязательно нужно прочитать? Если честно, я бы посоветовал каждому почитать русскую классику. Если есть школьная программа, то мне очень капитанская дочка нравится. Начать с букваря, а дальше там сами разберутся. Войной мир. Анну Каренину. Я, конечно, не против книг, но все равно... Ну, меня это не привлекает. Отцы и дети. Знаете такое? Знаем. Проходили. Мне, если честно, не очень понравилось. Не мое произведение. Да, очень тяжелое произведение. Трудно читать. Отцы и дети кто написал? Тургенев. А главного героя вспомните? К сожалению, нет. Базаева помню. Книги Листов. Базаева, да. Это не та книга, ради которой я стал напрягаться. Все дети пропустил в школьной программе. Жалейте? Наверное. А продолжить можете? Умом России не понять. Умом России можно только верить, как-то так. Аршином точным не измерить. Не особенное стать. В Россию можно только верить. А теперь о погоде. Что же прогнозируют синоптики на ближайшие сутки? Государство. Каждому гражданину, который платит кредит, дает право раз в пять лет списать кредитный долг. Узнайте как. Звоните 245-745. Во вторник в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас ждет умеренно жаркая погода до 26 градусов в дневные часы, временами осадки. Держим цены для самого важного. Избавьтесь от варикоза лазером по старым ценам в клинике «Варикоза нет» в Иваново. Не упустите выгодную возможность подарить здоровье ногам этим летом со скидкой до 15%. Звоните 300-300. Сразу после новостей объявления в городской хронике. Интересные истории, видео и фото вы можете отправлять на наши редакционные мессенджеры. Это вайбер и телеграм, номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok